Всем привет! Сегодня у меня такой интересный ништячок, ну мне лично очень интересный, это Fujinon 55200. Причем изначально я хотел сделать обзор на 50230, более дешевую модель, потому что вот это у нас полностью называется 55200-3548R LMOS. То есть это объектив XF серии, более дорогой, вот у меня в руках XS10-1545, это объектив XC серии. И вот тот, который более дешевый 50230, он тоже относится к более дешевой серии. Многих интересует вопрос, какой купить телевик на Fujifilm. То есть я у себя неоднократно уже рекламировал вот этот Canon 55250 через адаптер, и он вместе с адаптером стоит, ну плюс-минус, столько же, сколько и вот тот вот дешевый. Так вот этот стоит в два раза дороже. Вот такая вот история. Но я сейчас нахожусь в магазине VsFoto, и на данный момент в наличии есть такой. То есть я на него еще сделаю позже обзор, когда он появится в наличии. Но сегодня мы поговорим про 55200, то есть этот объектив дороже, он относится к более премиальной серии. И мы узнаем, в чем же там фишка. То есть у него светосила 3.5-4.8, что как бы ни туда, ни сюда. То есть даже не дотянули до стандартных 5.6, как бы светлее, но не сильно светлее. То есть это по-прежнему темный объектив, ну и как все Fujinon, как многие Fujinon, недешевые. Но я думаю, что он по картинке должен быть явно круче моего, можно сказать, эталонного бюджетного телевика. Давайте распаковываем, посмотрим, что там внутри. Что мне первое бросилось в глаза, что, знаете, у меня такое ощущение, что комплектация оптики у Fujifilm более богатая, чем комплектация их камер. Потому что, смотрите, здесь есть чехольчик такой. Знаете, я вот это беру в руки, у меня возникает вопрос, а это чехольчик или салфетка для протирания? Но это все-таки чехольчик, просто такой мягенький и очень элитарный. Ну, поехали дальше. У нас есть толстая инструкция на кучу языков, которую мы, конечно же, считать не будем. Далее у нас картонка и вот так вот упакованный в клееночке этот объектив. То есть я вам хочу сказать, что это все ощущается дорого и по-богатому. То есть вот комплектация камер Fujifilm у меня так не ощущается. Мои ощущения, у нас есть бленда, круто. И в отдельном пакетике объектив. Давайте посмотрим вблизи на этот объектив. Он сделан из металла, очень приятный, то есть ощущается дорогим, в отличие от канона пластикового. Здесь есть переключатель стабилизации, можно включить-выключить, и переключатель режима кольца диафрагмы. То есть или вы вручную вот так ставите диафрагму, или же она будет выставляться автоматически с камеры. При этом кольцо диафрагмы здесь без значения диафрагмы, но с приятными кликами. Оно безлимитное, просто крутите электронное кольцо, но вот эти клики мне лично очень нравятся. Далее. Кольцо зуммирования здесь тугое, но двигается очень плавно. То есть если вы захотите во время видео делать зуммирование, мы посмотрим, как это будет выглядеть, то движение очень приятное. То есть качество сборки здесь действительно хорошее. И кольцо фокусировки электронное вращается легко. Далее. Смотрим спереди. Здесь у нас написана загадочная надпись Super EBC XF и так далее. И диаметр по светофильтре у нас 62 мм. Данный объектив оснащен линейным мотором фокусировки, поэтому он должен хорошо фокусироваться на видео. Мы это проверим. Здесь у нас красуется гордая надпись Fujifilm. Я уже привык к этим крышечкам от всяких Seven Artisans, TT Artisans, Viltrex. А здесь же настоящая оригинальная крышечка Fujifilm. И настоящий металлический байонет, потому что у многих объективов XC серии, как, например, вот у меня китовые 15-45 или там 35 мм F2, там пластиковые байонеты. Здесь это более дорогая серия, поэтому здесь металлический байонет. Интересная особенность, что здесь кольцо зуммирования, оно прям очень здоровенное. То есть здесь вот эта шкала расстояний тоже двигается. И вот у меня сейчас, когда объектив не на тушке, я его случайно взял вот так и захотел зуммировать. То здесь очень с этой стороны, ну это особенность конструктива, относительно немного места для того, чтобы его придерживать. То есть у вас основная часть корпуса приходится на элемент, который вращается. Вот, всё это у вас вращается. И здесь буквально 2 см, чтобы удерживать. Но когда объектив будет на камере, с этим будет, конечно же, проще. И посмотрим на диафрагму. Вот так вот она в открытом состоянии выглядит. Делаю небольшую паузу, чтобы напомнить о том, что у меня есть телеграм-канал с анонсами новых роликов на ютюбе. Поэтому подписывайтесь, я его сейчас покажу на экране и продублирую эту ссылочку в описании. А также в телеграме есть чат для спонсоров канала, где можно обсудить вопросы, касающиеся техники, фотографии, видеосъёмки и всё, что с этим связано. Тоже ссылочки в описании. Ну и само собой, помимо чата, для спонсоров канала есть очень много дополнительного контента. У меня этот канал уже спонсорский, почти год существует. И там накопилось много роликов, плюс постоянно выходят новые. Стоимость участия символическая, можете поддержать канал и получить доступ к новому контенту. Причём он дублируется на двух площадках, обе они указаны в описании. Смотрите по ссылочкам там. Я, кстати, смотрю, Борзе тоже поддерживает эту идею. И теперь этот объектив у меня в руках. На камере ощущается как довольно увесистый. У меня XS10 с очень удобной рукояткой, то есть держать неудобно, но он не такой уж и лёгкий. Я на экране напишу, сколько он весит. Кстати, ещё одна его особенность, что у него кольцо зуммирования идёт в сторону обратную здравому смыслу. То есть, смотрите, здесь у нас 55 мм и нужно вращать вот в сторону 200 мм в эту сторону. Потому что, смотрите, здравый смысл у нас как у Canon, только как у Canon. Вот у нас 55 мм, а вот здесь у нас 255 мм. То есть, по части стороны, в которой он вращается, у Canon уже есть преимущество. Но Canon реально ощущается в руках как дешёвый, а вот эта штука как дорогая, о чём я уже говорил. Кстати, напомню, что у меня был обзор на 70-300 у Fujifilm, который мне оставил очень хорошее впечатление, очень крутой объектив. Я его сравнил бок о бок с вот этим Canon, а сейчас у нас объективы тоже не совсем похожими фокусными расстояниями. Потому что тут у нас 55-250, хотелось бы побольше, но тоже неплохо. И зато у него светосила самая большая из вышеописанных. Давайте посмотрим, что тут с фокусировкой. Хочу сказать по поводу автофокуса этого объектива, что я ожидал лучшего. Потому что, опять же, линейный мотор – это аналог STM мотора, шагового мотора. И здесь ощущается вот работа. Кстати, этот Canon дешёвый тоже тут шаговый мотор. Но я вам просто сейчас запишу, как это выглядит. Он перефокусируется такими скачками. То есть мне, ну, как бы можно на это фотографировать, но, по моим ощущениям, не на эти деньги. То есть автофокус пока что мне не сильно заходит. Не, бесспорно, он наводится, причём здесь довольно темно. И у нас есть и матричная стабилизация, и оптическая. И сейчас я посмотрю, как мне получается фотографировать. Сейчас я снял на 130 мм, одна поделить на 8,5 не держит. Причём я напомню, что у меня был тест сравнения 70-200, каноновский, RF и EF. И там я помню, что у меня была рабочая выдержка. Ну, на RF, по-моему, 1,13 с рук, а на EF, по-моему, 1,20, что-то такое. Вот мне интересно, вот как, знаете, аналогичный, ну, не то, что аналогичный, похожий телеобъектив и другая система. Как здесь с выдержками при съёмке с рук. При том, что у меня сейчас родная оптика Fujifilm, и работает и оптический стабилизатор. Ну, хорошая новость, что выдержка 1,20 с рук рабочая. То есть на 1,20 у меня довольно стабильно получаются резкие фотографии. И это прям очень даже неплохо. Я сейчас поставил фокус на 135 мм. Теперь я записываю, что у меня видит камера, чтобы вам показать, как здесь работает автофокус. Но сразу предупреждаю, что здесь темно. И вот этот шаг, то есть обратите внимание, как он переходит на фон с объекта вперёд-назад. Это происходит с такими, ну, как бы, скачками. Причём на фото. У Fujifilm это было на видео, такая беда. Но на фото в точечном режиме, это не следящий, это режим AF-S. И, ну, мне в объективе, там, плюс-минус за 600 долларов, такое, например, не нравится. Ну, давайте посмотрим ещё. В видео режиме у меня режим следящий идёт. И перевожу на дальний фон и на передний план. То есть он задумывается и перефокусируется. Ну как, относительно плавно, в принципе. Вот, смотрите, как он перефокусируется и на дальний фон. Но некоторые такие скачки всё равно присутствуют. Но тут ещё нужно учесть, что это автофокус Fujifilm, который, как бы, работает, но не топовый из всего, что есть. И на дальний фон оно... Я ему сейчас кнопкой спуска помогаю на видео. Вот, то есть, смотрите, я сейчас включу... Нужно отключить фокус по глазам, чтобы у меня появился точечный режим. Переключимся в AF-S на видео. И вот на видео я перефокусируюсь. То есть, обратите внимание, происходит это быстро, но с некоторым тупняком. Как видите, ну вот. Иногда быстро, иногда почти быстро. А вот сейчас не хочет, а сейчас хочет. Вот такая вот тема. Давайте проверим то же самое на хорошо освещенном Canon R5, потому что там всё-таки свет был плохой. И когда у нас света много, то это происходит моментально. Так что нужно сделать скидку на то, что я это тестирую при плохом освещении. Теперь тестирую в следящем режиме. Уберу чуть-чуть ISO. Убавим киношности. И смотрим, как в следящем режиме он работает при нормальном освещении. И, в общем-то, вот здесь мне это уже нравится. Хотя есть всё равно некоторые скачки. Вот сейчас, смотрите, когда он переходит на передний план, то идёт такая некоторая доводка автофокуса. Вот, смотрите. Но работает. Вот здесь хорошо работает. И в фоторежиме ещё протестируем при хорошем освещении. Быстро. Вот если свет хороший, то фокусируется. Да, вот теперь быстро. То есть я вас, может быть, кого-то напугал, потому что я тестировал при очень плохом освещении. Когда свет хороший, видите, автофокус работает уже нормально. Так что не переживайте, автофокус здесь всё-таки есть. Но сейчас, вот чисто ради интереса, я сейчас прицеплю каноновский объектив через адаптер. И вы сравните, в чём разница по автофокусу. Итак, теперь у меня каноновский 55-250 STM. И, в общем-то, скорость автофокуса. Ну-ка, давайте на задний план, на передний. При хорошем освещении, ну, явно не хуже. Точечный автофокус работает очень быстро. При этом, если присмотреться, всё равно есть эти микроскачки. Но это больше не к объективу вопрос, а к системе фокусировки Fujifilm, что она работает скачками. Но самое главное, что скорость такая же. Правда, что я сейчас вижу по картинке, что у меня каноновский больше засвечивает. То есть у меня сейчас идёт сбоку, вот у меня стоит соутбокс. И у меня сейчас без бленда это всё снимается. И каноновский дешёвый объектив больше теряет контраст. Давайте теперь посмотрим при слабом освещении. Вот там у нас нет дополнительного света. И как себя ведёт каноновский STM-объектив. Картинка более блеклая, что я вижу на экранчике сразу же. То есть это мне бросается в глаза. Но при слабом освещении тоже явно не хуже. Если говорить о следящем автофокусе. Причём мне даже кажется, что лучше. О, ужас. Через адаптер неродной объектив фокусируется, ну, тоже как бы не идеально. То есть видите, что он туда-сюда ходит, когда мы пытаемся фокусироваться при слабом освещении. Но всё равно наводится и довольно быстро. Теперь я переключусь в режим видео и включу следящий автофокус. Вот он. Теперь нужно добавить киношности, поднять ISO. И включаем. Я сейчас не буду нажимать на кнопку спуска. Посмотрим, как он будет перефокусироваться. А никак. Ну, как бы не хочет он в режиме AF-C снимать. Я это видел с другими каноновскими STM-объективами. То есть следящий автофокус на видео, он, я сейчас придерживаю кнопку, да он не работает. То есть я вот сейчас на кнопку нажимаю, если, то есть он получается как точечный, когда я нажимаю на кнопку. А вот так. А, не, ну смотрите, наводится, но он это делает, ну, не, работает. Работает, но мне не нравится вот эта работа. Видите, фокус вообще исчез. Наводимся назад. Не ловит. То есть вот это, это, ну, это лажа. То есть я вот сейчас через адаптер поставил каноновский объектив. И, как видите, в следящем режиме, ну, об этом можно забыть. А давайте проверим фото в следящем режиме. То есть я сейчас включаю режим AF-C на фото. Вот этот режим важен, если вы захотите снимать спорт. И что происходит на фото? Следящий режим на фото работает, но если света мало, то он тупит и не сильно хочет находить объект. Но, во всяком случае, лучше на видео, потому что на видео я бы сказал, что он практически нерабочий. То на фото следящий режим кое-как, но, ну, давай, да, работает. Теперь следящий режим на фото при хорошем освещении с неродным объективом. Он работает, но тупит. То есть на этот объектив в следящем режиме, на неродной, ну, можно снимать, но это будет некоторое мучение. То есть с другой оптикой так. То есть с адаптером хорошо, если вы снимаете в точечном режиме. Следящий очень так себе. Давайте посмотрим на качество изображения на 55-200. С него начнем. Начнем с 200 мм. Эти фотографии сделаны со штатива. И, честно говоря, 200 мм по детализации меня не радует. Сейчас идет открытая 4,8. И резкость. Здесь такой нюанс, что коробки стоят под углом, что как бы немного затрудняет тест. Но дело в том, что в любой части изображения, куда бы я ни смотрел, резкость, ну, на четверочку. То есть я бы сказал, что оставляет желать лучшего. Давайте посмотрим, поменяется ли что-то с прикрытием диафрагмы. И я, честно говоря, сильного эффекта не вижу. Ну, чуть-чуть, да, чуть-чуть вот лучше текст становится. Но на F10, по-моему, тут уже дифракция начинается. На F8, видите, буквы тут они не окончательно резкие. То есть, причем в какой бы части изображения я ни смотрел, центр, не центр, сверху, сбоку. Ну, такая резкость типа сойдет. При этом, по моим ощущениям, прикрытие диафрагмы не сильно на что-то влияет. Разве что, мне кажется, что 6.4 чуть-чуть резче, чем остальное. Но это очень условно. Другое дело, на 100 мм резкость уже действительно приятная. Вот 100 мм F4. Причем даже на открытой. То есть больше влияет не закрытие диафрагмы, а фокусное расстояние. И F10 у нас резкая, и F8. Но F8, мне кажется, самая-самая резкая. То есть, F10 там уже чуть-чуть дифракция. Но на 100 мм все очень хорошо. И на 55 мм детализация тоже очень хорошая. Прям вот все хорошо. То есть, именно 200 мм я считаю слабой стороной, что касается резкости. И опять же, вот я даже на 3.5 смотрю 55 мм, детализация мне уже нравится. Прикрытие до 8 мм практически ничего не дает. То есть, оно резкое и так. Главное, чтобы фокусное расстояние было подходящее. И посмотрим теперь Canon 55-250. Смотрим на 250 мм 5.6. Кстати, видите, профиль подтягивает лайтрумом. И у этого объектива тоже 250 мм. И супер резкое, как можно заметить. То есть, вот видно, что текст плывет как бы. И закрытие диафрагмы не сильно помогает. При F10, мне кажется, вот при F10, вот этот текст по центру стал лучше. Вот при F10, вот сверху здесь hit лучше прописан. Это вот текст. Давайте посмотрим на длинном конце. Я сейчас беру на Fujinoni F8. На Canon F10. Ну, мне кажется, что у Canon даже самую малость, но лучше детализация. Сейчас давайте посмотрим вниз. Ну, и там, и там детализация не блещет. Вот если посмотреть снизу. Ну, мне кажется, у Canon, если взять вот максимально закрытую, самую-самую малость, чуть-чуть он резче. Ну, в общем-то, и там, и там это, ну, совсем не топ. А здесь слева, смотрите, у Fuji, по-моему, чуть-чуть лучше. Ну, это так себе результат. Посмотрим, Canon при 200 мм. И тоже он, ну, тут по краям конкретно мыльный. По центру тоже так себе. Если закрыть диафрагму до F10, по-прежнему резкость, ну, такая себе. 3-4, я бы сказал, вот такой вот резкости. Но вот если его отзумить, в данном случае, 109 мм, то резкость сильно прям прибавляется. Правда, по краям не очень, но центр уже с открытой диафрагмой F5 очень хороший. Если диафрагму закрыть до F8, то резкость прям очень хорошая. И края тоже чуть-чуть подтягиваются. На F10 они еще подтягиваются. Тот объектив был на открытой лучше, но все равно главное здесь фокусное расстояние. То есть на 100 мм у меня он уже резкий от края до края. Но закрыть диафрагму все-таки стоит, чтобы резкости прибавилось. На 55 мм этот объектив тоже очень неплохой, но края страдают. Вот края конкретно мыльные. Давайте закроем диафрагму. И при F10 края подтягиваются. У того объектива на открытые края были лучше. Но центр очень хороший. То есть вывод, к которому я прихожу, оба объектива так себе по детализации на длинном конце и значительно более резкие на меньших фокусных расстояниях. И главное здесь это фокусное расстояние, а уже потом закрытие диафрагмы. Касается это обоих объективов. И теперь, когда мы посмотрели на что они способны по детализации, можно посмотреть уже что тут с рабочими выдержками. Я пробовал снимать с руки. На самом деле одна двадцатая, ну так себе. То есть каждый, ну нужно делать серию кадров, наверное, каждый второй может быть меньше. Причем при слабом освещении, видите, автофокус этого Fujinon мажет. Хотя вот этот кадр, а на одной тридцатой, смотрите, вот тут уже хорошая детализация. Причем на 200 мм вот я попал. Вот здесь вот видно, что я попал. Вот по этой части коробки фотка резкая. То есть здесь у нас работает оптический стабилизатор и матричный. Здесь я поснимал на одной пятнадцатой. То есть выдержка на самом деле очень длинная, как для эквивалента трехста миллиметров. И вот у нас такая фотка, причем которая мне кажется не сильно резкая. Но тут дело не в стабилизации, а просто в том, что на 200 мм вот он такой. Он сам по себе не сильно резкий. Но довольно уверенно, посмотрите, одна семнадцатая выдержка. У меня получалось подряд, давайте посмотрим серию, делать резкие кадры. Одна семнадцатая выдержка с рук. Но вот этот кадр, не, по-моему, тоже он резкий. Тоже неплохо. По части стабилизации с рук вот этот объектив, ну, неплохо себя очень показал. Далее. На 55 мм, обратите внимание на хроматику, то есть ее нет. Вот здесь она бы целая и пахла, если бы объектива она была вот здесь вот на крае. При этом 55 мм, как я вам показывал, довольно детализированное фокусное расстояние, поэтому с резкостью хорошо. И на 1,30, естественно, легко объектив снимает. Далее. 95 мм, есть маленький намек на хроматику, но такой едва заметный, это надо очень сильно присматриваться. По-моему, ну, скорее нет, чем есть. Опять же, фотка резкая, с рук, это было снято при слабом освещении. И 200 мм, и что мне бросается при 200 мм, это потеря детализации. То есть он не такой резкий на 200 мм. Еще зумим назад. Здесь, по-моему, фокус ушел вот где-то сюда. Он ушел. Здесь фокус не сработал. То есть объектив и камера при слабом освещении не дают прогнозируемый результат. Это мой вердикт. Но это вопрос, в принципе, к системе Fujifilm, не просто к этому объективу. Здесь фокус у нас по дальней кромке на 200 мм. Но по выдержке объектив отработал. Далее я хотел посмотреть на бокашку. Вот на 55 мм. Это было снято со штатива. Кстати, еще раз смотрите, детализация очень хорошая. Но опять же, на 55 мм она хорошая. Но этот объектив не совсем про бок. Но этот объектив не совсем про бок, потому что, чтобы его получить, вам нужно снимать на 200 мм. И вот так вот крупно. Тогда, да, можно размыть фон в пламину. Причем у меня здесь была шевеленка даже при съемке со штатива. Кстати, хочу сказать по поводу Fujifilm, что нужно не забывать отключать матричный стаб. Здесь я, наверное, забыл отключить. Если вы ставите камеру на штатив, потому что стаб вам может давать смазы. У Canon, например, можно не отключать. Это положение никак не влияет. У Fuji при съемке со штатива матричный нужно отключать. Далее проведу сравнение фоток на Canon и на Fujifilm. И вот то, что вы здесь видите бок о бок, это довольно типично. То, что на Fujifilm экспонометр камеры прорабатывает фотки вот так вот ярче и светлее. На Canon получается он недоэкспонированный. Это именно работа экспонометра, потому что я на Canon тоже могу поднять экспозицию. И она тоже будет более яркой. Здесь вот если я поднимаю экспозицию, должно быть видно. Но я еще хотел сравнить бокашку. Вот 4.8 на 200 мм и 5.6 на 200 мм. Снято с одной точки. И у Fujifilm она более круглая, но с луковыми кольцами. У Canon она не такой правильной формы, но без колес внутри. Canon можно подзумить чуть-чуть дальше. И я вам скажу, что разница 50 мм ощущается. То есть, в некоторых обзорах говорят, что оно практически то же самое. На самом деле, ну, есть разница. Вот видим по крупности, видим по бокашке. Вот еще сравнение бокашки. Но у нас чуть-чуть разные диафрагмы, но все равно можно посмотреть. Ну, если сравнивать при одинаковом фокусном, конечно, Fujifilm за счет диафрагмы будет размывать чуть-чуть, самую малость чуть-чуть больше. Но если Canon подзумить, то за счет фокусного расстояния бокашки будет больше. Можно заметить здесь. Теперь у Canon, что касается рабочих выдержек при съемке с рук. Смотрите, на 55 мм, 1,20 мм довольно уверенно получается делать резкие кадры. Вот у меня подряд. Но здесь у нас широкий угол. Если смотреть на длинном конце, обратите внимание, фотки более темные, чем на Fujinoni. Я об этом говорил. То есть, ну, можно поставить компенсацию экспозиции на камере, получить, в принципе, ту же яркость. Но смотрите, 1,35 мм и идут смазы. То есть, на самом деле, матричный стаб и оптический там работают лучше. И здесь, даже на 1,30 мм у меня были смазаны фотографии. Там была, по-моему, 1,17 мм и фотки были подряд резкие. То есть, стаб работает лучше. Приятная новость, что у Canon хроматики практически нет, при том, что это копеечный объектив вообще. 250 мм. То есть, вот здесь должна была бы быть хроматика, даже если уберу эту галочку, ее нет. Ну, резкость, ну, так себе резкость. И мне кажется, 1,30 мм, ну, она пограничная выдержка, то есть, не каждая фотография резко получается. Тут на 1,30 мм. Вот еще, смотрите, 1,25 мм. Фотки не резкие. То есть, на тот объектив процент резких фоток при съемке с рук был выше. Как видите, мне в коридоре было что поснимать. Причем, этот объектив и темнее на 5,6 мм, и такие длинные выдержки он не тянет. Ну, на, разве что на широком угле. На длинном конце тут нужно, ну, 1,50 мм, это чтобы быть уверенным. Там 1,20 мм, в принципе, ну, более-менее уверенно себя чувствует тот объектив. Хочу еще сделать сравнение. Смотрите, 55 мм, то есть, это резкое фокусное расстояние. И если сравнивать вот так бок о бок, то Fujino, мне кажется, самую малость чуть-чуть резче. Вот если посмотреть на вот эти трещины, то на Fujino они чуть-чуть резче, но по большому счету они довольно похожи. Причем, в данном случае похожи не только по резкости, но и по общей контрастности изображения. Потому что, пока вы смотрите в камере, фотки на Fujino все время выглядят более сочными и более контрастными. Еще есть разница в цветопередаче. На Canon, видите, баланс белого отрабатывает по-другому. То есть, фотки на Canon выглядят желтее всегда по умолчанию. Он больше, ну, я сейчас снимал на автомате, видите, баланс белого чуть-чуть другой. Но, если это чуть-чуть подкрутить руками, то есть, я вот сейчас делаю такие очень сложные движения в Lightroom, если поставить, ну, вот чуть-чуть их выровнять, то будет примерно то же самое. Но, обратите внимание, разница в работе экспонометра примерно одна ступень. Вот такая особенность. Но при этом, то, о чем я говорил, что Fujino на 1.15 делает резкие фотографии с рук, а Canon, ну, не так. Вот здесь видно, что есть SMAS. Я сейчас перепроверяю настройки. Видите, у меня все по умолчанию на Fujino. И ставлю Canon, тоже все по умолчанию, кроме того, что я поднял экспозицию. Так вот, динамический диапазон. То есть, посмотрите, тени здесь больше проявлены в кустах и снег. То есть, ну, даже если я верну по умолчанию, то есть, у нас фотка на Canon недоэкспонирована. Опять же, у нас разница в выдвижке в два раза. Мы возвращаем эту ступень в редакторе. И фотка на Fujino, она как бы поинтереснее с точки зрения динамического диапазона. Вот такой вот нюанс. И фотографии с лампой, где видна разница между 200 мм слева и 250 мм справа. И еще раз, у Canon баланс белого более теплый, у Fujifilm более холодный. Ради интереса. Сейчас я на Canon ставлю 4550, то же самое значение. На Fujifilm тоже у меня 4550. Когда я поставил одну и ту же цветовую температуру, то фотка на Canon мне даже кажется чуть-чуть холоднее, чем на Fujifilm. То есть, неудивительно, что они чуть-чуть отличаются по цветопередаче. Вот такие вот нюансы по цвету важны. Если вы захотите снимать, допустим, на две камеры, и у вас на одной будет объектив Fujifilm, а на другой объектив Canon, и вы будете выставлять баланс белого, и он у вас таки будет отличаться. Сейчас я делаю еще один тест. Я снимаю себя на видео, на Fujifilm 55200. Вот от него коробочка, а вот Canon 55250. И на него я этот фокус повторять не буду, потому что я уже пробовал, он не держит. То есть, начнется вот такое дыхание туда-сюда. Короче, вот на это себя вот так не получится снимать. Хотя фокусное расстояние на 55 миллиметров в помещении, на кропе, ну, где-то еще можно себя снять. То есть, я сейчас нахожусь в магазине Westphoto, здесь довольно большой зал, и тем не менее, все равно, все равно тесновато. То есть, на телевик себя вот так снимать. Но у меня здесь еще есть Viltrox 561.4, и мы сейчас сравним картинку, потому что здесь идет 55F4, а здесь 1.4. То есть, у нас несколько стопов разница будет, и глубина резкости будет сильно отличаться. Но что я реально хочу протестировать, это насколько он держит автофокус, потому что многие, даже дорогие Fujinоны, у них есть проблема с автофокусом на видео, со следящим. То есть, у них особенно старая линейка, там, которая 1.4, или там 561.2, самый первый, на видео, вот так вот просто сесть перед камерой и себя записывать нельзя. То есть, там фокус начинает туда-сюда ходить. Но объективы более новые, и у которых есть линейный мотор, а у этого объектива есть линейный мотор, они с этой задачей справляются. И судя по всему, вот этот объектив тоже. Другое дело, нужно ли его так использовать, потому что, как правило, вы можете взять любой китовый объектив и получить плюс-минус то же самое. То же самое 18-55, F2.8, F4, то есть, у вас будут те же самые 55, F4. Снимая себя на Viltrox 56 1.4, то есть, видите, что бокашки явно прибавилось. То есть, вот такие вот телевики, ну, независимо, Fujinon Canon, это не совсем про бока. То есть, вы можете получить, вы можете получить бока, если будете снимать на длинном конце, то есть, или на 200 мм F4.8, или здесь на 250 5.6. Но снимать на таких фокусных, во-первых, неудобно, во-вторых, картинка все равно не такая интересная, как на светосильном объективе с диафрагмой вроде там 1.8, 1.4 или 2.0. То есть, оно интереснее получается. Но, так как это телевики, конечно, фон размывать здесь можно. Итак, переходя к выводам. Смотрите, вот этот Fujinon объектив бесспорно хороший. По моим ощущениям, если сравнивать с более дешевым Canon, у него чуть-чуть лучше работает стабилизация, хотя, что я вам хочу сказать, что несмотря на то, что вся эта история происходит через переходник, все равно работает и оптическая, и матричная, и этот объектив и древний, и бюджетный, тем не менее, все равно на выдержках в районе 1.30, можно снимать довольно уверенно, ну или на 1.20 просто делать побольше кадров. То на Fujinon стаб работает еще лучше. Здесь можно снимать на выдержках 1.20 уверенно, и даже на 1.13 получать резкие фото. То есть, и там, и там хорошо работает стабилизация, но на Fujinon еще лучше. Плюс дополнительная светосила, хоть здесь и небольшое преимущество, но все же оно есть. 3.5-4.8, то есть, на этот объектив вечером, ну с натяжечкой, ну можно снимать, но учтите, именно статику. То есть, если вы захотите снимать, допустим, танцы, там какой-то спорт, какие-то движения, что-либо, где люди двигаются, то вот такая темная оптика просто забудьте. И у Fujifilm на самом деле с этим проблема. То есть, что у них больше всего подходит, это 50-140, но это довольно, ну относительно короткий телевик, то есть, аналог 70-200. Если вы хотите что-то снимать дальше, то дальше у Fujifilm есть 200 мм F2.0 за космические деньги, и все. А вся остальная оптика реально темная. То есть, про съемку в помещении у них, ну если это что-то в движении, это 50-140. А дальше следующий вариант с относительно неплохой светосилой, это вот этот 55-200. То есть, в чем его преимущество относительно, вот допустим, у них есть, я делал обзор на 70-300, который 4, 5, 5, 5, 6. Он уже более темный все-таки. Да, там больше диапазон фокусных расстояния, это приятно, но тот объектив, он конкретно для улицы. То есть, при слабом освещении, там, кстати, тоже работает стабилизация. По-моему, кстати, на 1,30 я снимал на тот объектив. Но в любом случае это про статику. То есть, матричный стабилизатор работает, оптически работает, но если вы захотите снимать кого-либо в движении, ну на 1,30 у вас будут смазы из-за движения. Касательно качества картинки, естественно, более дорогой объектив имеет более контрастную картинку, лучше снимает при боковом свете. И смотрите, если вы откроете файлы отсюда в RAW формате и докрутите контраста, вы получите что-то похожее. Ну, не один в один, но в общем-то можно и здесь накрутить свет при постобработке. Но в чем преимущество дорогой оптики, что вы эту картинку получаете сразу из коробки. И это видно не только в редакторе, но даже на экране вашего фотоаппарата. Из минусов, вот если сравнивать эти две модели, разница 200 и 250 мм ощутима. Особенно, если взять попарно вот так два кадра, объектив Fujinon, у которого только 200 мм не так далеко бьет. То есть 250 мм прикольно, а если 300 мм на кропе, то еще прикольнее. По фокусным расстояниям, естественно, есть преимущество объектива, у которого больше диапазон фокусных расстояний. По картинке еще, по детализации у Fujinon имеется некоторое преимущество, но сказать, чтобы оно прям супер критично, я допустим, у меня есть только Canon, и я в общем-то доволен. Я беру этот объектив с собой в путешествие, и меня все устраивает. Если бюджет позволяет, то родная оптика Fujifilm реально лучше. Конечно, остается вопрос с тем бюджетным 50-230, там более темный объектив, он на 6,3 заканчивается, то есть он еще темнее Canon, и он относится к бюджетной линейке, поэтому вопрос, какая там будет светопередача, я думаю, что рано или поздно я все-таки запилю обзорщик на этот объектив, как только у меня появится возможность. Хочу еще ответить на вопрос, стоит ли вообще заморачиваться с тем, чтобы купить адаптер и адаптировать оптику Canon. Но главным образом эта фишка хороша, если у вас уже есть эта оптика Canon, как это у меня, например, происходит. Но мое мнение, что если покупать с нуля, то лучше уже брать родное. Ну, не обязательно, может быть, от Fujifilm, а может быть, аналоги там от Viltrox, но правда у них нет таких зумов, но так или иначе, чтобы не было переходника, потому что как минимум оно более стильно, более компактно, хотя эти объективы по весу, ну, плюс-минус то же самое, даже с адаптером. А, и еще хочу сказать по поводу автофокуса, потому что в моем тесте были видны косяки и нюансы, но в реальных условиях, то есть когда я в реальных условиях побродил по реальному коридору и поснимал на улице, в общем-то, автофокус и там, и там хороший. Главное отличие между ними, что Canon в следящем режиме это лажа, то есть точечный режим через переходник работает. Отлично, а следящий, ну, такое. У Fujifilm хорошо и со следящим автофокусом, и с точечным. Ну, настолько хорошо, насколько позволяет камера Fujifilm, потому что автофокус Fujifilm как ни крути, ну, не такой крутой, как у Canon. То есть вот этот же объектив на Canon фокусируется круче, чем на тушке Fujifilm. Пользоваться можно и одним, и другим. То есть я лично, например, не планирую апгрейд, меня вот этот объектив через переходник вполне устраивает под свои задачи. А на этом все. Подписывайтесь на канал и заглядывайте в описание к этому видео, где я всегда оставляю полезные ссылки. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.